Конечно, я понимаю, что те люди, которые привыкли отдыхать комфортно и не выходить из своей комфортной зоны, для них будет несколько страшно куда-то отправиться самостоятельно. И, конечно, я бы рекомендовала таким людям для начала начать ездить с теми людьми, которые уже являются экспертами в какой-то стране. Если вам ближе Восток, выберите людей, которые на Востоке съели собаку и которые прекрасно знают, куда они вас повезут. Это будет безопасно, это будет достаточно комфортно, потому что вы пройдете весь маршрут с теми людьми, которые прекрасно знают, где поесть, где выпить, где провести ночь. И как сделать так, чтобы это было достаточно безопасное для вас путешествие. Потому что, конечно, вы в первый раз, собрав чемодан и отправившись, например, в Бирму куда-нибудь, я даже не представляю, где это находится, честно говоря, на карте, вот вы просто приняли решение и отправились совершенно в непонятную, неизвестную для вас страну. И, безусловно, вы приезжаете в аэропорт и первое, с чем вы сталкиваетесь, языка не знаю, где деньги менять не знаю, ничего не знаю и что делать тоже не знаю. Сажусь на чемодан, начинаю глубоко рыдать, мама, забери меня обратно. Но если вы найдете себе реальных людей, которые там бывали много раз и которые с удовольствием поделятся с вами этими маршрутами, повезут вас в те места, где бывает мало путешественников, но люди, которые там уже сотни раз бывали и покажут вам страну изнутри, я думаю, что это путешествие будет для вас чудесным опытом, который вы не получите ни в одной другой поездке. Субтитры сделал DimaTorzok